Добрый день. Большое вам спасибо за то, что вы пришли. Большое вам спасибо, что вы готовы принять участие в этом, не то чтобы странном мероприятии, но некоторая странность, не странность, но во всяком случае некая нетипичность в этой истории есть. И я думаю, что сначала несколько слов скажу о самом цикле, который начинается, а потом уже перейду к той теме, которая на слайде и о которой мы сегодня будем говорить. Я очень благодарна новой сцене Александринки, что они готовы выступить партнерами в этой истории. История такая. Я очень благодарна лекторам, которые согласились тоже принять участие в этом забеге. История такая. В последнее время, и довольно долго, и много приходится думать о том, с каким наследием мы имеем дело. Мы в смысле фольклориста, а я фольклорист по роду занятий. Я имею в виду те записи, которые мы получали во время полевых исследований, что в городе, что в деревне. И извлекая оттуда фольклор, отдельные тексты, мы тем не менее часто имели дело с беседами и рассказами о недавнем прошлом, о биографиях. И во всех этих рассказах всегда, очень часто, почти всегда присутствуют лакуны, которые связаны даже не с самими говорящими, а с тем, что они о себе знают. И вот эти лакуны, они до такой степени мне знакомы по моему собственному опыту, что один из вопросов к нашему материалу, у нас был вопрос о том, что, собственно говоря, мы помним в отношении самих себя. И оказывалось часто, что история постсоветского человека имеет глубиною максимум два поколения, а дальше случается какая-то специальная непроходимая зона, в отношении которой ты начинаешь пользоваться статьями из учебника истории. То есть ты в этих историях не живешь, ты их знаешь, то есть ты можешь рассказывать, ты знаешь про Первую мировую войну, и ты, может быть, даже посмотришь на фотографии, которые связаны с Первой мировой войной, но как бы ты там ни прописан, ты не стоишь на этих историях, у тебя нет фундамента в качестве твоих корней, которые на чем-то расположены. И интересно, что если на уровне истории родители и родители родителей не оставляют рассказов, то такого рода вещи очень часто застревают на уровне тела, например, телесных привычек, или, например, способа говорить, или, например, способа вставать друг в отношении друга. То есть в каких-то таких вещах, которые не были цензурированы. Потому что если речь под цензурой, то тела, они как-то там между собой взаимодействовали и как-то рассаживали детей за столом, и за чьими-то столами до сих пор во время трапезы царит гробовое молчание, а за чьими-то столами обязательно должна вестись беседа. И все это имеет отношение к предыдущим поколениям, которые каким-то образом тебя обучили что-либо делать. Соответственно, тема для всего цикла, который я предложила лекторам, память, речь и тело, и вокруг, и в отношении этой темы прекрасные участники этого цикла будут говорить, разумеется, на своем материале. Наверное, сейчас еще кое-что про это же скажу. Мы работали лет пять тому назад в деревне Дорогорская Мизинского района Архангельской области. Там есть, в этой большой деревне, в селе, есть комната памяти, которую создавала прекрасная женщина, по-моему, фамилия ее Поднебесникова. Помню я, потому что такую фамилию нельзя забыть. Мы с ней не встретились. То есть она умерла за несколько лет до того, как мы попали в эту деревню. Но мы работали с этими материалами. И один из альбомов... Вот там альбомы с фотографиями и так далее. Один альбом открывался вот этой вот цитатой. «Память – это зеркало, в котором мы рассматриваем отсутствующих». Вообще, даже когда я произношу эту фразу, у меня мороз по коже идет, потому что я понимаю, что, во-первых, зеркало – это то, в чем я вижу себя, а не отсутствующих. Здесь есть зеркало памяти и эти отсутствующие, которые в нем проступают. Я не знаю, кто из вас читал Жозефа Жубера. Может быть, есть такие люди в этом зале? Но вот я ничего не знала про Жозефа Жубера никогда до этой цитаты. Я, конечно, потом, приехав, осведомилась, как в деревню Дорогорска этот Жозеф Жубер попал, что там было – непонятно. И книжку нашла. Но, в общем, такая вот история. Интересно при этом, что первые фотографии, которые открывают этот альбом, одна фотография, на которой Михаил Петрович Голодкий расстрелян в городе Архангельске при восстании в военных казармах 1919 год. Обратите внимание, что тут не написано, расстрелян красными или расстрелян белыми. По большому счету, да, это оказывается не столь важно. Важно то, что так получилось, да. А рядом уборка урожая в 1911 году. Ну, это еще одно предисловие к нашему с вами разговору. Мы будем говорить о фотографиях. Точнее, о фотографиях, которые случились и остались на пленках. И немногие из них были напечатаны. Но сейчас мы попробуем еще одно. Вот до того, как обратимся к этим фотографиям, я попробую еще одно, может быть, сложноватое предисловие сделать. Хотя, наверное, справимся. Я уверена, что тоже многие из вас имеют особую любовь к старым фотографиям. Третьего дня и как, общаясь с Мариной Разбежкиной, которая тоже очень любит старые фотографии, я задала ей вопрос о том, как она думает, а почему вообще есть такой странный трепет. Не меньше трепет вызывают и старые хроники. Вот я пыталась объяснить этот странный феномен. Например, почему-то завораживает какая-нибудь запись, сделанная на Невском проспекте в 1957 году. Ты смотришь, почему-то вглядываясь в лица, почему-то желая кого-то там найти. Если запись 2020 года тебе покажут, тебе совершенно неинтересно, что вот за фокус такой. И то же самое с фотографиями. Почему-то ты трепещешь. Она высказала предположение, что это связано с тем, что ты что-то хочешь знать, и фотография или кино дают допуск к тому, что тебе в принципе телесно неизвестно. Ты можешь про это читать, ты можешь прочитать художественную литературу об этом и так далее. Ну или, например, мы знаем, мы записываем это в экспедициях, мы знаем, как происходят в деревне похороны. Но нам нужно было увидеть фотографию начала 70-х годов, чтобы обнаружить, что большая часть участников похорон на своих плечах держит маленький кусочек ткани. Ни в каких документах это никто никогда не говорил. А это то, что раздают на помин всем участникам похорон. Но у нас не было вопроса к этому, потому что мы это никогда не видели. То есть, соответственно, одна версия или одна гипотеза вполне допустима – это то, что старые изображения дают тебе доступ к чему-то такому, к чему ты никогда иным способом доступа не получишь. Но, может быть, и другая гипотеза по этому поводу думалась мне. Вот, например, был какой-то мир, например, деревенский, и там жили какие-то предметы. Эти предметы имели конкретную функцию. Ну, например, веретено или мутовка, которую масло взбивают, или ещё что-нибудь такое. Такие простые предметы, у которых была точно просто функция. По мере изменения жизненного мира эти вещи как бы выпадают из функционального употребления, но они тем самым становятся знаковыми, то есть они перестают быть функциональными вещами, но становятся той самой ложкой или той самой мутовкой, или мутовкой, которой крестьяне обычно. То есть они начинают работать, как бы накапливать значения. Значения возгоняются, ну и апофеозом оказывается какой-нибудь объект, который будет лежать в музее, и будет написано «ритуальный объект». Потому что доступ – всё. аннигиляция, он значит «всё». Или там «древний божок». Хотя это могло быть всё, что угодно, уховёртка это могло быть. Но она выпала, жизненный мир этот уже вне доступа наблюдателя, и тем самым связь разрывается. Думалось мне, что одним из ходов любви к старой фотографии является вот эта вот как бы сдвинутость. Все вещи вроде как похожи, но не совсем похожи, и весь мир немножко не так устроен. То есть створки не полностью совпадают, а есть какой-то сдвиг. Ещё чуть-чуть про это скажу, потому что мне кажется, что это важно. Вот этот сдвиг, то есть когда сдвига нет, ну, например, показываешь фотографию человеку, который там бывал, например, в деревне Вожгора в 60-е годы. И тогда он ищет знакомых, он всё узнаёт, и у него не происходит вот этого странной завороженности фотографии. То есть как только ты начинаешь опознавать всё как привычное, тогда исчезает эта странная магия. Как только ты не опознаёшь и не ищешь, не говоришь, да, точно, у нас была такая же скатёрка, и вот тут у нас лежал такой же подзор. Как только вот это не происходит, то начинает происходить что-то другое, гораздо более важное, как мне кажется. И, ну, давайте мы… А. Соответственно, возникает история, связанная с тем, что, с одной стороны, визуальное – это то, что очевидное, то, что мы всегда легко… Как это? Мы этому верим. Словам можно не поверить, но это-то очевидно. А с другой стороны, очевидное – не очевидно совсем. Так, например, я, может, потом покажу фотографии. Очень забавно получается, когда молодые люди, младше 25 лет, описывают изображения фотографические, которые относятся к 60-70 годам 20 века. Ну, я просто не буду показывать эти фотографии. Например, молодой человек описывает фотографию. Женщина вручает книгу девушке в зале, где стоят другие девушки и женщины. Что там происходит? Рукой Галёва, рукой фотографа написано, конкурс «А ну-ка, девушки!» Не менее прекрасная. В помещении стоит гроб, в котором мужчина, окружённый цветами. Над гробом сидит женщина в платке. На подоконнике стоит бутылка и лежит лист бумаги. В принципе, это почти хоть сценарий тут, краи из этого, да? Но там подпись есть. Спасибо фотографу, да? Август, Баженово, Горьковская область, похороны. Это удивительная история, что люди видят на фотографии. То есть они настолько не совпадают, и они настолько видят, ну, например, там вовсе не цветы лежат, а нечто другое, но они этого не видят. Они не видят, что это очевидным образом вдова. То есть они не видят, что она в чёрном платке. Ну и так далее. То есть видится что-то другое. Ну и совсем смешная фотография есть, на которой написано, под которой описание. Маленькие деревянные ящики, похожие на домики, стоят среди невысоких деревьев. Пасека. Это ульи стоят. Но тот, который смотрит, ульев не видит. Он видит маленькие домики, стоящие около деревьев. Такого очень много. Поэтому, в общем, вы можете позабавиться и посмотреть на этот архив. Он весь в доступе. Да, и посмотреть, как происходит описание. Но нужно же как-то описывать. В общем, как справляемся, так справляемся. Итак, теперь, собственно говоря, к поводу, да, и к теме нашей встречи. Я хотела бы поговорить о двух, на мой взгляд, о совершенно замечательных плёночных архивах, с которыми мы работаем последние, уже получается, почти 10 лет. Вообще-то, в общем, не наше дело работать с архивами. И сразу хочу сказать, что мы на это не смотрим ни как специалисты, мы смотрим на это ни как фотографы, ни как те, которые анализируют фотографию художественную. Вот совершенно нет. Единственное, что мы можем делать, это смотреть на это как на себя, воспринимающим эти визуальные образы. Вот в эту точку мы будем смотреть. Первый архив мы обрели в 2012 году, когда с группой работали в деревне Вошгара, которую я уже упоминала, Лешаконского района Архангельской области. В доме, в котором мы жили, в ящике за печкой были некоторые отпечатки, которые вот приблизительно вот так вот они выглядели, эти отпечатки. И время от времени, ну, то есть, разбираясь, вообще-то там растопка, для растопки все лежало, да, ну, просто вот что-то лежало кусочек. Разбираясь с этим, мы обращали внимание, например, вот посмотрите, вот, например, вдруг Исааки появился, да, и там прям какая-то сценка, на которую хотелось смотреть. Или, например, вот эта вот фотография с этим световой зоной и мальчиком. Или вот девочка со стулом, чудесная. Мы просто перефотографировали фотоаппаратом, ну, как смогли, так и перефотографировали. А потом узнали, задав вопрос, узнали, что в основном это фотографии, которые делал Юрий Алексеевич Галёв. Он был, он родился в деревне Вожгора в 1929 году, умер в 2006. То есть, мы туда приехали через 6 лет после его кончины. и выяснилось, что сохранился его архив, который лежал в бывшем доме на чердаке. Архив выглядел вот так. То есть, он был идеально организован. Ну, если обычно плёночные архивы лежат как угодно, то здесь это были прекрасные коробки из-под сахара рафинада, на котором были написаны годы, а внутри лежали коробочки из-под плёнок, на которых было написано нечто, что можно было разобрать. Там, 1974 год, 10 февраля, свадьба у Саши Саукова, запись в сельсовете. Или там смотр художественный худ чего-то, самодеятельности и так далее. То есть, при желании мы всё это разобрали, конечно, за редчайшим исключением. Этих плёнок оказалось 504. И спасибо огромное дочери Юрия Алексеевича, Марии Юрьевне, которая разрешила нам воспользоваться этим архивом и с ним работать. И, соответственно, это больше тысячи изображений, через которые открываются жизнью советской деревни в 60-х, 70-х, начало 80-х годов, которую мы, в общем, мало знаем и мало видели. Но для того, чтобы захотеть это оцифровывать, вы представляете тебе, сколько времени и денег стоит оцифровывать. То есть, если кто-то этим занимался, то знает, что это дело непростое. Длилось это, наверное, где-то около года, только оцифровка. Сначала мы просто попробовали оцифровать несколько пленок, две или три, и там появились вот такие образы. Я не знаю, как вам, но они были совершенно какие-то завораживающие. Здесь про них ничего не скажу, кроме того, что понятно, что кто-то только что сделал тесто для блинов, и мальчик там встал. И вот такие фотографии. Собственно говоря, это было начало, это было, это, я не знаю, понятно ли это, в Вожгуру вообще-то ехать очень тяжело, потому что нужно сначала от Архангельска около 400 километров до Лешуконского, и еще оттуда либо по реке, либо самолетом. И это как раз самолет, который в Вожгуру летает, и, соответственно, какие-то сборы. И это конец 60-х годов. Вот такая удивительная фотография. В принципе, они выпадали из того ряда фотографий, которые ты обычно видишь в фотоальбомах. Вот это чудесная совершенно фотография. Они не были напечатаны. То есть это фотографии на пленках. Это похороны, да. Это похороны 1971 год. На коробочке это пленка номер 130. Мы ее наизусть уже знаем, потому что она потрясающая, потрясающий документ. Это похороны в Горьковской области. оттуда родом жена Юлия Алексеевича. И они туда, именно эти похороны приехали, и он там снимает. Вот это фотография. То есть в принципе, я вам не стала показывать самую ужасную из них. То есть дети играют в расстрел. То есть сначала они у стенки стоят, а дальше попадали. Игра зорница. В общем, они разные. Они либо цепляли сюжетом, либо еще чем-то. Но конечно, на них очень хотелось смотреть. И мне поэтому очень хотелось вам их показать. Второй архив. это архив пленок Василия Астахеевича Мариничева. Он родился в 1926 году, умер в 2002. В принципе, интересно, что они почти ровесники, то есть это люди одного поколения. Василий Астахеевич родился в деревне Подрезово Нижегородской области и умер в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. С ним история была совсем другая. Некоторое количество времени тому назад мы работали над книгой, которая сейчас в порядке слов здесь и продается. Это наш коллективный труд. Книжка называется «Первичные знаки». И я там готовила ту часть, которая посвящена до советской свадьбе, и поэтому попросила у всех своих знакомых что-нибудь из свадебных фотографий, из семейных архивов, просто чтобы с этим материалом работать. И тогда Юлия Мариничева принесла часть семейного архива, фотоархива, который лежал у них. И в основном это фотографии дореволюционные, вот, собственно говоря, они, их-то много, на которых родственники, это крестьянское семейство, и свадебные фотографии, визитные фотографии, в основном сделанные в Нижнем Новгороде, в очень известном ателье Максима Дмитриева. Но среди них, вот в этом наборе, были вот такие вот фотографии. Глаз я от них отвезти не могла совершенно. Сказать, вот, я не знаю, эта девочка, которая смотрит непонятно куда, этот ребенок со своими ягодинами, которые смотрят на фотографа. И вот та застывшая с ведром бабушка, которая шла мимо, но засмотрелась на эту сцену. То есть какая-то в этой всей истории магия. Поэтому очень хотелось посмотреть еще. Вот такая фотография попалась среди ворох отпечатков. какое-то время? Вот какое-то? Это 50-е? А вот дядька этот с бородой и в кепке. Вы видели? И тут, глядя на эту фотографию, например, я подумала, что вот я езжу в деревню начиная с 1983 года. И я понимаю, что я бородатых дядек не видела там. Бороды отрастили все в постсоветское время. Вообще-то, и тут мы понимаем, что история про бород, ну, во-первых, когда попадали в армию, брили бороду. Дальше, соответственно, борода, она отчасти знак крестьянского происхождения, и от нее отказывались. В общем-то, ну, то есть проверьте фотографии 60-х, 70-х годов, 80-х, вы там не найдете бородатых старых мужчин. Не знаю, мой папа никогда в жизни даже у него идеи не было, что он может бороду отпустить. А вот и подумайте тогда про художников с большим интересом. Практически всегда эта самая борода была способом выявления... Оппозиции. А? Конечно. Конечно. Но в случае крестьянства оппозиции связаны с лояльностью к крестьянскому происхождению, православным убеждением и так далее. Хотя вполне могла быть такая фотография сделана в местечке где-нибудь. Почему нет? Но, опять-таки, ты странным образом не находишь время. То есть что-то начинает происходить. И с этой фотографией тоже. Это когда снято? там нет вот этого вот печатка времени. Пятидесятые или наоборот в чеховские времена сидит такой весь с чесучонкой или там в льняном костюме человек подпоясанный и читает прессу на даче где-нибудь не знаю неподалеку от Петербурга. Сюжет девочки и свиньи мог быть наверное на открытке какой-нибудь швейцарской или еще какой-нибудь или французской. Опять-таки это странная история с ненаходимостью временной. это вполне находимо по времени уж всяко этот то есть кто-то кто знает как выглядели эти конструкции сразу же их опознает а кто не знает поймет что это что-то старенькое но тот кто поймет что это что-то старенькое вряд ли сможет сказать а в каком городе это Москва Ленинград Минск Молдавия почему нет ну эти почти брессоновские дети которые могут быть тоже из любой страны я поэтому говорю они могли это мог Люк Брессон снять во Франции с этими носочками в этих туфельках такие шляпки такие прихорошенькие это тоже было вот из первых фотографий в начале как только мы начали работать с архивом мне очень она нравится эта фотография и с большим счастьем могу констатировать что мы познакомились с девочкой которая на этой фотографии и мы с ней родились в один год мы ровесницы ее зовут Люда хотя на самом но я точно знаю что у меня такого дедушки не было то есть Люда со своей корзинкой около дедушки с такой окладистой бородой который который твердо знает про что его борода и вообще много чего твердо знает да и люди повезло очень несомненно шли годы я просила очень хотела увидеть эти пленки потому что очень хотелось посмотреть на фотографии и год тому назад опять таки спасибо семье Мариничевых которая таки раздобыла раскачалась и достала эти пленки дальше мы стали с ними работать это выглядело вот таким вот образом такие коробочки там скручены но годов нет кое-где есть года на пленках и в общем более-менее понятно что эти пленки относятся к 50-м и 60-м годам то есть таким образом получается что один архив описывает жизнь советской деревни 60-х 70-х а второй описывает жизнь Ленинграда пригорода и Горьковской области тоже деревни в 50-х 60-х а теперь я позволю себе немножко цитат вообще конечно как вы догадываетесь я все что могла вокруг этого и про это прочитать я про это прочитала но чего я не нашла в работах о фотографии по поводу вот этих вот вот этих этой истории я не нашла рефлексии связанных с пленками и ненапечатанными фотографиями все что угодно обсуждается обсуждается фотографии которые дарятся которые заказываются которые делаются художниками фотографами профессионалами и так далее а вот как быть с ненапечатанным то есть как относиться к пленкам из которых фотографы выбрали 2-3 снимка напечатали для родни а остальное оставили но события же эти были и что-то такое там происходило след чего мы наблюдаем и с этим следом каким-то образом надо иметь дело в принципе это действительно немножко похоже на то как мы работаем как фольклористы работают с фольклорными текстами потому что когда ты видишь фольклорный текст напечатанный в книжке или записанный в архиве ты понимаешь что это тоже след след какого-то взаимодействия который был когда-то но здесь что-то что-то еще такое тут скрывается надо сказать что я в общем ничего такого толкового по этому поводу не нашла правда отмечу что такого рода случаи наши случаи не единственные из наиболее ярких я укажу на два не знаю знакомые ли они вам или нет один случай очень известный это фотоархив Вивьен Майер Вивьен Майер жила в Нью-Йорке работала няней умерла а потом ее как это называется где все склад где хранится имущество да склад не оплачивался дальше соответственно он был выставлен на торги куплен и таким образом открылся ее пленочный архив и теперь она показывается в разных местах признанный фотохудожник вокруг очень много всего написано по поводу того что она признана наши российские авторы пишут феминистические тексты о том что плохо была признана и так далее то есть говоря об этом в категориях признание или не признание и славы или не славы хотя на самом деле эта женщина вообще не собиралась никакой славе продвигаться потому что это были пленочные архивы которые она аккуратно собранная и она никуда их не предлагала а другое можете об этом почитать потому что прям все все фильмы сняты сайты сделаны альбомы выпущены и так далее интересно что Вивьен Майер родилась в 1926 умерла в 2009 мне просто интересно что это то же самое поколение и еще один архив который недавно открылся и про который тоже можно почитать это Захария Кушнир некий молодой человек Виктор Галушка студент который снимал кино в одной из молдавских деревень случайно во старом доме нашел вот этот пленочный архив и теперь уже тоже есть сайт выданный европейским сообществом деньги на его продвижение и так далее в общем с ним тоже можно познакомиться то есть такого рода случаи есть нет еще способа к этому относиться но это я просто хотела отметить потому что как мне кажется успевай как мне кажется важно важно понимать что эта история похожа на историю с чтением чужого дневника потому что в принципе да это то что тебе не предполагалось не то чтобы это было это секретно это не секретно но не предполагалось для публичного просмотра мне хотелось бы показать пленки я сказала что пленки тем самым оказываются подобными дневниковым записям и если ты ее смотришь подряд то ты понимаешь что просто прошел день я просто достала две пленки из одного архива и из другого чтобы вы могли посмотреть это это из архива Юрия Алексеевича Галева я не буду говорить что там происходит хотя там подпись есть я надеюсь что вы догадаетесь я могу побыстрее но я не знаю успеваете ли вы рассмотреть что там происходит нормально да то есть понятно что в Вожгаре летает один единственный самолет это очень нечасто два раза в неделю поэтому он может стать объектом съемки ну и шедевр совершеннейший ну и что это это игра зорница все та же только они там играют почему-то вовсе не про войнушку в смысле с фашистами а про белых и красных что тоже видно ну то есть день да это совершенно другой день из маринических фотографий прогулка прогулка по царскосельскому парку это просто не прощает и просто не прощает Ну да, и вдруг случаются шедевры, да, какие-то совершенно потрясающие. Сейчас долистаю до любимой. Совершенно какая-то волшебная история. И немножко цитаты. Надо сказать, что, я думаю, что это не у меня одной, но любимцам оказываются два автора, которые писали фотографии. Один из них – Ролан Барт. «Каждый раз, когда мне случалось читать что-то о фотографии, я представлял себе конкретное фото, которое любил. И это привозило меня в ярость, ибо видел я исключительно референт, вожделенный объект, нежно любимое тело. Но тогда догучливый голос, голос науки, увещевал меня строгим тоном. Вернись к фотографии. То, что ты там видишь и что заставляет тебя страдать, входит в рубрику «Любительские фотографии», которой занималась группа социологов. Она – ничто иное, как след, оставленный ритуалом социальной интеграции, предназначенным поднять акции семьи и т.д. «Однако я продолжал упорствовать». В принципе, то, что он пишет, про социологов. Это понятно, про каких социологов он пишет. Он пишет про прекрасную компанию социологов, про Пьера Бурдье, Робера Костелля, Люка Болтански и Жан-Клода Шампредона, которые в середине 60-х годов выпускают большое исследование, связанное с социальной миссией фотографии. Очень хорошее. Никто ничего лучше такого рода не написал. Но его это несколько не устраивает. Что-то не устраивает то, что как только ты начинаешь описывать её социально, пропадает та какая-то удивительная магия, которую я и хотела вам показать, присутствующая на этих фотографиях. Что-то такое, что тебя во время или в это пространство каким-то образом включает. Дальше, потом, чуть-чуть позже попробуем про это ещё поговорить. Одно из наблюдений, которое просто бросалось в глаза, это то, что наши авторы почему-то их пути пересекаются. И вот это удивительно было. Да, один архив в Вожгаре, другой в Ленинграде. Люди, естественно, никогда между собой не встречались. Но это и понятно. Понятно, что они пересекаются, например, в культурно значимых местах. Например, в архиве Василия Стахеевича Мариничева конца 50-х, эту плёнку как раз я вам и показала, они там регулярно прогуливаются то в Пушкине, то в Петродворце. То же самое делают Галёвы, прогуливаясь в Пушкине и в Петродворце в 60-е и в 70-е и снимаясь в тех же местах. Иногда совпадают конкретно картинки. Я уже не стала их доставать. Например, вид от медного всадника на филологический факультет Санкт-Петербургского университета аккуратно заснят обоими одинаково некрасиво, серенько так и уныленько, в плохой погоде. Но, тем не менее, один в один. Снова хочу вернуться, продолжить цитировать Барта. Барт говорит о двух типах взаимодействия с фотографией. Он их назвал «стадиум» и «пунктум». Благодаря «стадиуму» я интересуюсь многими фотоснимками. Потому ли, что воспринимаю их как политические свидетельства, потому ли, что дегустирую их как добротные исторические полотна. В этих фигурах, выражениях лица, жестах, декорациях и действиях я участвую как человек культуры. Вторая часть разбивает «стадиум» или прерывает. Она как стрела вылетает со сцены и провзает меня. Существует слово для обозначения этой раны, укола, отметины, оставляемой острым инструментом. Это слово, тем более мне подходит, что отсылает к идее пунктуации и что фото, о которых идет речь, как бы отмечены. Иногда даже кишат этими чувствительными точками. Ими являются именно отметины и раны. Этот второй элемент, который расстраивает стадиум, я обозначил бы словом «пунктум». Пунктум в фотографии – это тот случай, который на меня нацеливается, но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня. Получается, что стадиум – это те отношения, когда творец и зритель находятся в некоторых конвенциях. Мы договорились, что семьи снимаются так-то, что когда мы приезжаем в Петергоф, мы встаем так-то. Или мы договорились, что на селфи все будут выглядеть в пол лица и четверть оборота, потому что иначе нехорошо и так далее. То есть мы все время находимся в отношениях некоего контракта, который может быть очень кратковременным. Например, мы договорились по поводу селфи. Или очень длительным контрактом. Длительные контракты очень хорошо видны, например, на выставках, на фотобьеннале. Я не знаю, приводили ли вас ноги на фотобьеннале, который происходит в Петербурге в Мраморном дворце, с периодичностью, по-моему, раз в два года. Но каждый раз, когда я туда приходила, меня поражало до какой степени... Я так и не знаю, может быть, кто-нибудь когда-нибудь мне ответит на этот вопрос, кто определяет темы, кто определяет рубрикацию этих залов, потому что там есть рубрика «Город», «Религия», «Повседневность», «Портрет». Ну, семь. Но если город, то там почему-то пусто всегда. Ну, естественно, меня всегда интересовала повседневность, а с повседневностью там тоже очень интересно. В повседневности живут дети. Они пускают мыльные пузыри, бегают с воздушными шарами, плавают, отжимают волосы, катаются на велосипедах. То же самое некоторая молодежь делает. А дальше начинаются старые. Они, значит, смотрят из окна, едят кашу. И ещё немножко уборщиков, этих дворников там попадается. Ну, то есть там вообще нет людей старше 30 и моложе 50. Там вообще не существует работы. То есть никто не работает в повседневности. Удивительно, я вам просто предлагаю посмотреть. Это так странно. То есть как будто белое пятно в каком-то месте. Но понятно, что это речь о контракте каком-то. То есть есть какой-то договор на этот счёт, который вот таким вот образом предъявляется. Но тогда, да, интересно, да, если конвенции изображения меняются, и если фотографию, которую я вижу, сделал человек, который находился в других конвенциях, то что я тогда вижу? Очень любопытно, когда мы готовили выставку из фотографий Юрия Алексеевича Галёва. Она проходила в Росфото в 2015 году. Ну, то есть через три года после того, как мы стали работать с этим архивом. Наши коллеги из Росфото говорили о том, что, конечно же, у него типическая фотография, потому что он насмотрелся и известно чего в смысле журнала, что там, советское фото. Ну, во-первых, ему нужно было как-то в своей вожгоре обрести этот советское фото журнал. Во-вторых, у него вообще нет ничего вот такого типического, как в этом журнале. То есть на самом-то деле очевидным образом, что он снимал что-то по-другому, исходя из каких-то своих представлений. И мы сейчас увидим, как это выглядит. Так вот, стадиум и пунктум. Надо признаться, что в отношении фотоархива Галёва чаще всего ты понимаешь, что ты находишься в других конвенциях, и поэтому тебе ужасно интересно смотреть, что там с людьми происходит. Ты не подключаешься к этому, ты не являешься частью этого сообщества, но ты понимаешь, что оно какое-то другое. Например, это тоже одна из фотографий, тоже одна из плёнок Юрия Алексеевича Галёва. Например, можно говорить о том, что очень хорошо видны форматы социального тела. Я имею в виду тело большее, чем одно тело, когда человеческие тела образуют некоторые композиции. Один тип выстраивания тел мне до боли знаком, но я точно знаю, что я не хочу смотреть на эти фотографии, даже если где-то они и хранятся. У меня их нет, я думаю, что те, которые так строились и всё это делали, может быть, тоже хранят где-нибудь у себя эти фотографии, хотя, скорее всего, нет. Но это организованные тела, и здесь будет какой-нибудь каре, линия. Дает такое ощущение, что в голове у людей есть геометрические формы, в отношении которых они располагаются. Печальная картина детей детского сада. Старшую группу построили на прогулку. И я вот думала, почему их так бесконечно жалко, как и меня саму. Я смотрю, и мне себя жалко, построенную в эту группу. Конечно, у нас не было ватников. Конечно, мы были одеты не так в городе. Но история про то, что все должны быть встали в пары и пошли. Встали в пары и пошли. Кто помнит этот возглас? Вообще-то это до сих пор так делается. Это и сейчас так. Я хочу сказать, не травма ли это. Это так, да. Я с большим интересом, тут какое-то время тому назад, проводя неделю в Хельсинки по своим делам, из окна наблюдала, как гуляет детский сад. И надо сказать, что они гуляют. Их, конечно, вывели за веревку. Но дальше совершенно все не так. Самое главное для меня было потрясением, это то, что им всем выдали подпопники. Они все расселись на холодной земле в ноябре и сели рисовать в любых позициях. То есть тела их живут не так, как эти. Их такое количество, я просто первую попавшуюся взяла. Поскольку он учитель, то он снимал много детей в школе. Линии все время, линии. Но я не стала доставать там построения по случаю 9 мая, коры, круги, пионерские круги и так далее. Формы. И даже эти вечереющие тоже поставлены и построены. Но как только мы оказываемся вне школы, вне официальных праздников, то вот с телами начинают происходить вот такие вещи. Но согласитесь, что если вот это не органика, а это органика. То есть это поминки. Они как-то все кудрявятся. Они путаются между собой. Кто-то кого-то прихватывает странным образом. Кто-то кого-то придерживает, обнимает. Это похороны. Это у ног покойного, дети, взрослые и так далее. Они плотные. Они стоят близко. Но это тоже свадьба. И еще одна чудесная фотография свадьбы, где с одной стороны видны элегантная, прекрасная невеста, с другой стороны там есть цветные и в платках женщины родня, а в дверях стоят, как положено, позаряния, те, которых не пригласили на свадьбу, но которые смотрят, как она там происходит. Мы видели, нам объясняли, что званные приходят на свадьбу, а не званные всегда двери открыты, так же, как и на похоронах. Во время свадьбы, во время похорон все должно быть открыто, и любой человек может зайти, но не может сесть. И здесь ты это видишь. Это еще одна свадьба. Это тоже свадьба, как раз регистрация. 73-й год. Они выходят из бывшей церкви, из сельсовета. Обратите внимание на женщину чудесную, которая на первом плане с печенькой. Там можно много кого разглядеть, и их всех хочется разглядывать, потому что все заняты каким-то своим очень важным делом, все вовлечены в эту историю, клубятся, интересуются. Это тоже с одной пленки. Это те самые похороны-поминки, где на заднем плане сидит бабуська, то есть около нее уже сфотографировались, потом все ушли. Бабуську не подняли, она там и осталась. Дети. Задний план там тоже очень интересный. Их ужасно интересно рассматривать. Они многолюдны, и тела их друг в отношении друга располагаются как-то особым образом. Как мы не привыкли, я бы сказала. Ну вот как-то. И здесь одно из предположений, которые у меня есть, это как раз вот я с этого начала, это с того, что очень часто мы можем задавать вопросы. Мы, естественно, с людьми этого поколения общались. Мы можем задавать вопросы. Ну, например, они говорят, да, церкви у нас не было, в общем, мы ничего такого не помним, но была крестная или божатка. Когда ты начинаешь задавать вопросы, а где она была, выясняется, что кто крестил. Говорят, ну, кто-то крестил. Ну, пришла бабушка, да и покрестила, как обычно бывает. И тут ты понимаешь, что все, как обычно, покрещены какими-то бабушками. Вот какая-то из этих бабушек пришла и покрестила. А к ней же потом пошли и помолились все вместе в её молильне. А она же пришла ночью отчитывать покойного всю ночь. Но как бы никто не понимает, что на самом-то деле они глубоко вовлечены в беспоповскую старобрядческую практику. Но поскольку об этом не принято ни говорить, ни произносить ничего, вот эти старшие, то на уровне говорения ничего нет. Но на уровне тел, их вставаний, их взаимоотношений, ты что-то такое видишь, что тебя туда допускает как-то. Второе наблюдение, которым бы я хотела поделиться, которая связана с фотографиями Юрия Алексеевича Галёва, я назвала тело пребывающее и тело репрезентирующее. Здесь опять могу на Барт сослаться, а могу и к вашему опыту легко обратиться. Барт. Как только я чувствую, что попадаю в объектив, всё меняется. Я конституирую себя в процессе позирования. Я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ. Вот этот спазм, который все наверняка хорошо знают, который у тебя случается перед объективом, и который ты будешь преодолевать разными способами, и так и не преодолеешь. И поэтому нужен кто-то, кто должен подловить тебя, когда ты ещё не свёл вот этот поросячий спазм не случился, и тебя вдруг кто-то поймал. И вдруг это получилось похоже на правду. Это какая-то такая история. Барту я описываю в 80-е годы. То есть этот спазм нам всем отлично знаком. И вдруг ты понимаешь, что на фотографиях Галёва лица без спазма. То есть они ничего не представляют, кроме явления самих себя. Они просто смотрят на фотографа. Вот эта серия фотографий, я очень её люблю, их очень много, потому что... Дело в том, что фотоаппарат был один на всю Вожгуру, два. Но сначала только у Галёва. И поэтому его миссия была снимать школьников для того, чтобы потом вот это сводить вот в эту конструкцию. То есть, соответственно, эти фотографии на белом фоне для школьного альбома. Посмотрите, какие у них лица. Вот, например, этих двоих поставили уже фотографироваться, а та, которая на заднем плане, она только готовится фотографироваться. Но ведь они одинаковые. Ну, в смысле, их открытость одинаковая. У них нет спазма вообще. Ну, губы подобрала. Очень красивый портрет. Говорит про тело, а не только про лицо. Да. Видно, что тела всё-таки выстроены, хотя лицо нет. Тела, ну, им сказали, сядь туда, да, вот сюда. То есть, это всё сказали. Но лицо нет. Но лицо ещё не привыкло вот это вот делать. То есть, оно просто есть. Они ещё не знали, что надо улыбаться. Они, опять-таки, немного чего, наверное, про это, про фотографию не знали, но тем самым вот мы это можем видеть. Это чудесные, какие-то волшебные портреты. Опять-таки, да, предлагаю вам насладиться именно в архиве, потому что их очень много, там целые плёнки такие. Приблизительно так выглядит история с фотоархивом Юрия Алексеевича Галёва. И кажется, что остальные архивы будут такие же, что мы будем иметь дело с чем-то тем же самым. То есть, тоже можно будет говорить о времени, можно бы говорить о особом социальном или жизненном мире. Но фотографии Василия Стахеевича Мариничева совсем другие. и первое, что ты замечаешь, просмотрев, ну, скажем так, хотя первое, это сильно сказано, если ты просмотрел пять тысяч изображений, то ты что-то замечаешь. А их пять тысяч изображений, да, ты замечаешь, что Василий Стахеевич всегда снимает людей вне как это, вне идеологии, даже не вне идеологии, а в режиме досуга. Они всегда пребывают в состоянии досуга. Там не, ну, если у Галёва есть копание картошки, заготовка дров, там, соответственно, какие-то идеологические праздники и так далее, то у Василия Стахеевича ничего такого нет. А есть вот такие вот волшебные, тоже абсолютно волшебные фотографии. Мальчики, которые фотографии 1957 года. Мальчики запускают змеев. Счастливая компания разновозрастная бредет с купания, с полоскания. Мы знаем, они идут не из бани, они идут с реки, где полоскали бельё. А также дети плетутся довольные, накупавшиеся. И как-то ясно, что всем им хорошо. Восхитительная фотография, да, мне очень она тоже нравится. Да, это под Ленинградом, конечно. Надутая девочка обидженная на кого-то залезла, с голубями сидит. Мальчик скрылся. Там целая серия этих мальчиков, которые по деревьям, как груши, висят, сидят, и ты с трудом находишь их. Вот это какая-то волшебная кутерьма, где кого-то, и это явно мужчины завалили и дёргают, а тут же бежит ребёнок, и мимо пролетает мяч, и всё это происходит. Это они идут из одной деревни в другую, ну, и поприветствовали фотографа. Это вот одна из первых, на которые я тогда прямо оторваться не могла от этих мальчиков, которые идут, потому что кажется, что это из какого-то старого кино буквально, да, фотография. Патефон. Эту фотографию тоже я очень люблю, потому что она называется «Найди...» Знаете, когда нужно людей искать, потому что просматривая долго-долго, мы вдруг в какой-то момент обнаружили девочку, которая стоит под мостом и смотрит, как остальные ловят рыбу. А наверху кто-то снял какую-то шинель, а кто-то с червяками идёт вниз. То есть, тоже какое-то такое движение, но это всё про удовольствие, то есть, это всё про абсолютное счастье. мне кажется, что это гениальная фотография. И тоже ты не сразу понимаешь, что кроме этих прекрасных женщин, которые куда-то смотрят, есть мальчик, который смотрит на одну из них, и собака смотрит на неё же. А собака на цепи, а цепь обмотана вокруг торса мальчика. И только при повторном сканировании у нас проступил ещё один мальчик там с краю торчит. Ну, в общем, мы его потом увидели. Петергов. Для себя я назвала это открытостью, потому что то, что завораживает в фотографиях Василия Стахевича Мариничева, это то, что ты как бы оказываешься внутри каких-то отношений, которые очень открытые. Там очень много все смеются, очень много все веселятся, туалет дурака. Или наоборот могут совершенно спокойно смотреть, но понятно, что это какой-то такой мир, где все очень ладно и хорошо устроено. У этих людей как-то все хорошо. и когда мы обсуждали проект фотокниги, связанный с этими фотографиями, мы поговорили с Дарьей Туминас, которая занимается фотографией, которая наша выпускница. Она послушала, говорила, что-то у вас выглядит это все так, как будто у вас ностальгия по каким-то советским годам. что-то больно сладко и славно живут, веселятся, играют, а как же жизнь тяжелая. И тут возник вопрос, почему у него не попадает в его фокус ничто другое, кроме этого очень теплого дружественного мира. Там, например, очень много фотографий, может быть, мы до этого долистаем, например, вот такая фотография или вот такая фотография. Ну, согласитесь, что это как бы 56-й год, в общем, довольно... И вот эта чудесная фотография, где ясно, что старшенький смотрит, как младшенькому предложено помыть посуду. И там серия фотографий, как он моет, а все остальные смотрят, а потом он устал. Это из божественных каких-то совершенно фотографий. И если вдруг праздник все-таки случается, то мы не видим ни парада, ни демонстрации, ни вот... А видим, наоборот, вот такую картинку, это явно набережная, да, и еще более очевидно вот здесь. И тут ты понимаешь, что как-то они свободно себя ведут, я бы сказала. То есть он смотрит не сюда, он смотрит куда-то, в какую-то такую всегда сторону, которая связана с жизнью людей между собой. И очень часто это отношение какой-то невероятной интимности. Ну, например, бабушка, которая завязывает или что-то подтягивает носочек внучку. Или, например, три прекрасных человека, которые совершенно открыты, улыбаются и снимаются. Надо сказать, одеты они странновато. Это тот, который. Это с той же самой пленки. Но я скажу, что это отец фотографа Стахей Клементьевич Мариничев, стоят они прямо открытые в своих косоворотках и подпоясанные в своей старообрядческой вере абсолютно. И другой тип фотографий, когда вдруг они совершенно закрыты, они прогуливаются по Ленинграду, и они другие. Таких фотографий немного, но видно, что это какой-то другой режим. А это сам фотограф. Это его автопортрет приблизительно 1956 года. Понятно, что он раздобыл где-то котелок и что он так оделся. Вот хорош до невозможности и что-то про него становится немножко понятно. А это просто его снимали уже за несколько лет до его Катчины. И теперь, наверное, стоит рассказать о нем. В этом архиве мне покоя не давало то, что я понимаю, что я наблюдаю какие-то такие отношения. там, как я уже сказала, очень много фотографий, на которых молодые мужчины возятся с мальчиками, делают с ними что-то, строят, играют. Или вот эти деды. То есть там есть те поколения и те отношения, которых мы обычно не видим. То есть мы можем наблюдать среди современных отцов 35 лет и младше ситуации прогуливания с детьми и активных занятий. А те, которые старше, в общем, что-то как-то не так это выглядит. Но и не только это. То есть мы знаем, что Василий Стахеевич родился в 1926 году в Старообрядческой деревне, деревне Подрезово Нижегородской области. Мой вопрос к этой истории или, скажем, догадка, которая у меня возникла, была о том, что такое ощущение, что в отличие от, например, моего папы, который ничего не знал про своего папу или так знал, что мне ничего не рассказал. Если обычно в отношениях вот этого поколения и предшествующего происходит такой вот разрыв или молчание, затычка какая-то, никто не рассказывает про то, как кого-то уводили под расстрел, не рассказывают, как раскулачивали, вообще ничего не рассказывают. и в деревне Вожгород тоже не рассказывают о том, кто кого раскулачивал. То есть это все закрыто гробовым молчанием. Такое ощущение, что у меня возникло предположение, что здесь что-то было не так. Такое ощущение, что Василий Стахеевич не был отрезан от предыдущих поколений, потому что уж больно каким-то образом им там вместе хорошо, старшим и младшим. И поскольку догадка покоя мне не давал, то есть я даже написала, что это так, я решила, что это так, потому что, например, в том числе среди документов семьи Мариничевых мы обнаружили, нам показали поминник рукописный, я его покажу потом, где указаны все годины и помины всей семьи. Что означает, что кто-то это делал в семье, кто-то всех поминал. И теперь, собственно говоря, немножко про историю семьи, для того, чтобы каким-то образом показать сначала тот план, с которым мы познакомились на уровне фотографии. Это отец фотографа вот этого красавца в котелке, Астахей Клементьевич Мариничев, который родился тоже в деревне Подрезово, крестьянин в 1891 году. Это он со своей молодой женой, это визитная фотография, тоже сделанная в том же самом ателье, приблизительно 15-й год, то есть война уже началась, Первая мировая, но его признавали позже, потому что по годам. Это он на службе Первой мировой, снимался в Петрограде и прислал фотографию семье. Так, не знаю, получится ли прочитать. Я прочитаю, а мне отсюда проще будет. Это документ, который был выдан ему, Стахею Климентевичу, 11 декабря 1918 года. Дана сия делопроизводителю отдела снабжения Семеновского уезда Маринчеву Стахею Климентевичу в том, что он, служа в комиссариате с 1 октября сего года, по настоящее время все возлагаемые на него поручения и обязанности, а также канцелярскую работу выполнял точно, быстро и умело, отличался прямотой взглядов, твердостью характера и честностью. За все время службы ни в чем предосудительным замечен не был и наказанием не подвергался. Призван по мобилизации 4 сего декабря как бывший управляющий мукомольной мельницей. Что же касается материального положения, то принадлежит к бедному классу, не имеет других средств к существованию помимо личного труда, что подписью и приложением печати удостоверяется. Климент, то есть его отец умер в 17-м году, к тому времени у семьи есть валяльная фабрика, и надо сказать, что это очень зажиточное крестьянство, очень обеспеченное и так далее. То есть как был получен этот документ, он был как-то получен, непросто. Но характеристика дана. А это тоже две чудесные фотографии, то есть это уже Вторая мировая война, то есть Великой Отечественной. Мы знаем, что Астахий Климентевич в 1927 году разделился с младшим братом Афанасием, а потом уехал в Ленинград. И дальше не очень известно, как он время проводил. Дальше он служит, а его сын Василий Стахеевич фотограф, очень хотел на фронт, и отец его на фронт отправляет. Но он до этого заканчивает курсы аэрофотосъемки, и его дальнейшая карьера это карьера технического фотографа. Но и он воевал. Это еще одна характеристика на тоже Стахея Климентевича Мариничева. Товарищ Мариничев прибыл из запаса в 1941 году в течение всей войны, руководя общей частью района авиационного базирования и затем авиационного корпуса, приложил много силы к налаживанию секретной переписки и сохранению военной тайны. В работе настойчив и принципиален, выполняет ее, не считаясь со временем, требователен к себе и подчиненным, честный, дисциплинированный, вежливый и инициативный офицер, отлично знающий свое дело, за отлично поставленную работу, неоднократно получал благодарности и денежные награды от командования соединений вышестоящих штабов. Среди офицерского состава пользовался авторитетом. Недостаточно уделял внимание марксистско-ленинской подготовке и общевойнской учебе офицерского состава, морально и политически устойчив. Дело партии Ленина и Сталина и социалистической родине предан, демобилизован по возрасту. А это тот самый поминник, который тоже в его документах, где с одной стороны написано година, а с другой стороны память. Година – это день ангела, а память – это день смерти. Это точно так, потому что успокоиться мы не могли. И поскольку предположение было, но хотелось как-то понять, правильно ли мы думаем. И поэтому мы поехали в Нижний Новгород и в деревню Подрезово и стали искать, кто бы нам что-то мог рассказать. И нам повезло. Мы познакомились с Антонидой Григорьевной Макаровой, она ей в марте этого года будет 94. И она все это наблюдала. И жила в деревне Подрезово, и знала, жила в деревне Попово, соседней, да. И рассказала всю историю. Она знает кучу имен, и мне очень хочется, я хочу, чтобы вы услышали ее голос. Две сестры было. Тетя Шура. Тетя Шура идет на сон ее жил. Тетя Маня она очень любила бабушку, то секретей немного, то ли к Кантаурову, то ли к Развинью. фрагментами. Они все замуж выходили за старобрядцев, да, уж как-нибудь музыку, чужих не отдавали, да? В лучшем случае, вот только, если кто-то поповцы, мы от себя считаем, с беспоповцами, но это редко, старались все, чтобы быть. А тогда как получается, ну, стахи верующие, а как своих сыновей, крестил, значит, кто крестил? Крестил все в поповье, все в поповье, церковь вела, двугрок построила и в поповье, и на Малиновой, вот где там база отдыха сейчас. Начиная с Тани, Таня родилась в 12-м году, все они крещены, отец Василий, я даже помню, отец Василий сначала крестил, потом он умер, назначили другого, а вот нас с Василием, поскольку это один год, крестил уже отец Прохор, который жил при церкви и всех крестил. Но он, видимо, не уцелел, отец Прохор в 30-е. Отец Прохор умер своей смертью, а отец Федота расстрелял, 20 ноября 37-го, мы его провожали. Девчонки, подростки, нам сказали, что батюшку сегодня заберут, черный ворон приедет, и я вот лично подошла к нему, говорю, батюшка, прости, Христа, 11 лет мне было. Я говорю, батюшка, прости меня, Христа ради. Он говорит, Бог простит, помоги тебе, Господи, помоги тебе, Господи. Не забывай, старших, не обижай, младших. Крикнул след. И вдруг пришли ему, что у меня даже есть его приговоры расстреляли. Разговаривали мы с ней два часа в один день, а потом еще приезжали в январе. И этих историй нам нужно еще записать, потому что мне хотелось, чтобы вы послушали голос, потому что у нее удивительная речь. Очень чистая, очень красивая, очень спокойная. И понятно, что из ее рассказов, что, конечно же, отец фотографа как был верующим, так и был верующим и совершенно себе никогда не изменял. Он знал, что нужно выжить. Он принял решение и перетащил в Ленинград своих детей. Брат был раскулачен, которому он оставил хозяйство, но потом он перетащил туда и брата. Он дал ему образование. Всех поминал. И все-всех знают. Все знают всех. Всю родню. Она помнит такое количество имен, которые вообразить невозможно. И понятно, что... И, соответственно, меня интересовал вопрос, со что знал сам Василий, сам фотограф. То есть, так ли я, права ли я, что он все знал про это сообщество. И Антонина Григорьевна сказала, ну, конечно же, он приезжал. Мы его очень... Ну, там есть в этой записи. Мы его очень любили. Он очень умный был, человек очень веселый. И первым делом мы шли на кладбище, на то самое старообрядческое кладбище. Он посещал могилы всех родственников. То есть, он был включен в эту историю. У него не было этой затычки, которая стоит, которая в основном у всех стоит. Ну, наверное, выводов у меня по этому поводу нет. Наверное, понятно, что я хотела сказать про разное. И про историю, и про память, и про тела, и про фотографии, и как с ними можно обходиться. Скорее, это большое количество вопросов, чем какие-то ответы. Наверное, на этом я закончу. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...